Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В сегодняшнем видео мы снова с вами поговорим об осветлении вина, о его оклейке. Ну, почему я решила сделать еще одно видео? Вроде бы все говорено-переговорено. Ну, казалось бы, да, есть инструкции, мы проводим пробные оклейки, принимаем дозировки, но ошибиться может каждый. Я в том числе совершила такую ошибку, опробовала метод ее исправления, и этим хочу поделиться с вами. Ну что ж, начнем. У меня здесь 4 бокала, но я сейчас сниму камеру, покажу их вам поближе, для того, чтобы вы понимали вообще разницу. Итак, перед нами 4 бокала, и что мы здесь имеем? Еще на маленькое лирическое отступление. Все, что я пробовала, я пробовала на розовом вине, а сейчас на красном вам просто все это воспроизвожу, чтобы было наглядно. Значит, первый бокал вино неосветленное, вот как я его взяла с большой бутыли, вот оно такое. То есть, в принципе, я сейчас пока буду болтать, включу фонарик, смотрите, все не так страшно, то есть, в принципе, вполне нормальное вино для этого времени года. Но, тем не менее, вот еще такое немножко мутноватое. Следующее вино, вот так вот будет хорошо и наглядно видно, это вино полностью осветленное. То есть, оно светлее, оно полностью прозрачное. И вообще, результатом любой оклейки должно быть получение абсолютно прозрачного вина. Да, может быть, там с течением времени, мы помним, что с белыми винами бывают сложности в оклейке, но в итоге, если как бы вино осталось мутновато, значит, что-то пошло не так. Мы либо недооклеили, либо переоклеили, либо надо еще подождать. Но результатом любой оклейки должно получиться абсолютно прозрачное вино. Вот, а эти два бокала, ну, они чуть-чуть отличаются. Видите, это светлее, это еще светлее. Это бокалы переоклеены. Переоклейку я сделала специально. То есть, когда я делала с розовым вином, вроде бы я знала все дозировки, ну, где-где-то что-то немножечко перепутала. Как говорится, с кем не бывает. И здесь я уже это делала специально. Вообще, как понять, я недооклеил, либо переоклеил. Я сейчас говорю именно об оклейке с желатином. С другими агентами может быть немножко по-другому. Почему я выбрала и люблю желатин, в принципе, те же промышленные виноделы. И во многих книжках о виноделии желатин считается одним из лучших агентов. Просто, что в промышленности его довольно дорого применять. Поэтому его применяют меньше. Но я считаю, что кроме того, что, в общем-то, он один из самых лучших, он доступный. Потому что мы можем в тапчиках выйти в любой магазин и купить этот самый желатин. То есть, он доступен. Если та же бентонитовая глина, все-таки ее надо поискать в специализированном магазине, то желатин в этом плане гораздо-гораздо доступнее. Значит так. Как понять, допустим, если не дооклеили? Если бы мы не дооклеили, то вино у нас было бы по цвету где-то между этим и этим. То есть, оно бы осветлилось частично. И где-то могли бы еще плавать какие-то частички осадка. То есть, оно бы где-то было мутноватое. Но по цвету оно было бы темное. Смотрите, когда произошла переоклейка, частички желатина, они склеивают белки, которые в вине. Вино становится гораздо мутнее и гораздо светлее. Это основной признак, что у нас где-то чего-то пошло не так, как мы бы хотели. То есть, ну вот здесь чуть меньше этот эффект выражен, здесь чуть больше. Кстати, помутнения такие, они могут проявиться и через некоторое время. Такое тоже может быть. Ну и теперь, как же это исправить? На помощь нам могут перейти два агента. Либо бентонит. Ну, как я уже сказала, то есть, мне, например, за бентонитом надо ехать на другой конец города. Для меня это крайне неудобно. Хотя я, конечно, на некоторых винодельческих форумах встречала, что используют кошачий туалет для этого. Там тоже бентонит. Ну, честно говоря, все-таки кошачий туалет для вина. Лично мое мнение, как-то не очень. И второй вариант агар-агар. Агар-агар тоже можно приобрести. Ну, пусть не в каждом, но довольно часто в продовольственных магазинах я могу выйти из дому практически в тапочках, в такой магазин зайти и купить. То есть, ну, это очень доступно. Сейчас показываю, что делаем, а потом расскажу по дозировкам. Так, вот у нас... Сейчас буду менять ручки. Камера с этой стороны стоит. Наша мутная красота. Значит, я ее взбалтываю. Ну, в зависимости от того, в чем вы делаете. У меня тут пол-литровая баночка. И шприцом просто дозировка легкая залила агар-агар. Все, хорошенько все это перемешиваю. Эффект, ну, практически на глазах сейчас будет. Вам еще, может быть, не видно. А я уже вижу. Пошли агрегироваться частички. Кстати, в это время, если вы мешаете, например, в какой-то большой емкости чем-то, то можете обратить внимание на ложечки, там, либо на еще чем-то. Могут быть такие прям волосатые структуры. Ну, сейчас оставим эту баночку буквально на пару минут. И посмотрим, что у нас будет получаться. Ну, пока в это же время можно залить другую баночку. Итак, ну, пока у нас идет процесс, немножечко расскажу. Может быть, не сильно видно. Сейчас немножечко подсветим фонариком, что здесь происходит. А происходит здесь вот что. Видите, идет выпадение. У нас появились более крупные частички, и они постепенно выпадают в осадок. Ну, а я пока вам рассказываю. Значит, вот такая штука Агар-Агар продается в магазинах в отделе, где специи. Это пакетик большой, 26 грамм. На самом деле есть пакетики и маленькие, по 5 грамм. Сколько нам надо? 1-3 грамма из расчета на 10 литров. И разводится, то есть где-то 3 грамма разводится приблизительно в 50 миллилитрах. Ну, а дальше уже рассчитывайте сами все эти пропорции. Под видео я еще раз оставлю эту информацию, чтобы было вам легче рассчитать. На чем это основано действие? Что бентонита, что агар-агара, они заряжены отрицательно. И таким образом, те частички, которые у нас слишком мелкие и не могут выпасть на дно, они их связывают в более крупные структуры, что вы, собственно, и можете наблюдать. Вот у нас было почти все однородное. Сейчас вот так вот, наверное, чтобы лучше было видно. Вот они пошли, наши более крупные частички, связываться, опадать на дно. Происходит это практически мгновенно. Ну, на сутки можно будет оставить и посмотреть, как и что происходит. Вот, смотрите, очень хорошо видно и в этой бутыле, как оно опадает и оседает вот прямо на ваших глазах. И не надо пугаться, что осадка будет крайне много. Он потом уплотнится, уплотнится, уплотнится. Ну, в идеале где-то суток. Суток вам будет вполне достаточно. Смотрите, я даже чуть пошевелю. Суток будет вполне достаточно для того, чтобы все это исправить. То есть исправляется легко. Единственный нюанс. Агар-агар очень быстро застывает. Имейте это в виду. То есть как только вы его закипятили, сразу же и заливаем. И действуют те же правила, что при осылинии желатином, то есть вино должно быть прохладным. Итак, прошло полтора часа. Ну, я думаю, что вы уже видите определенный результат. Что здесь, что здесь. То есть прозрачность появляется. Осадок, вот этот большой, страшный. Он постепенно исчезает. Повторюсь, прошло всего лишь полтора часа. Ну, опять же, для большей наглядности я разлила это все в бокалы. Напоминаю, это то, что было первоначально. Это нормально осветленное. Это то, что было в баночке самое переоклеенное. Ну, вы видите, я и меньше немножко налила в бокал, поэтому цвет может быть отличаться. Ну, оно было самым-самым таким и самым мутным изначально, самым переоклеенным. То есть для того, чтобы было показательно. И это то, что было вот в этой бутылке. При том, что вот сейчас, буквально пару минут назад, вот эти два последних я налила в бокалы. И, кроме того, я не использовала никаких шлангов, ничего такого. Просто налила через верх. Поэтому некоторая мутность может быть. Ну, результат, по-моему, очень даже налицо. С этой стороны, да, уже все кажется одинаковым. Но освещение сегодня такое не очень хорошее. Ну, как видите, любые, ну, может, не любые, но многие ошибки можно исправить. Бояться их не стоит. Единственное, что повторюсь, очень важный момент для вина – это выдержка. Выдержка не столько вина, сколько винодела. Это касается и первоначального осветления, это касается и того, если что-то пошло не так, не спешите сразу паниковать и делать еще что-то. Подождите немножко. Особенно, если это касается белого вина. С красным тут все гораздо проще, гораздо быстрее. Но, тем не менее, даже в этом случае иногда хотя бы пару дней можно подождать для того, чтобы убедиться, действительно ли мы допустили ошибку, либо, может быть, все хорошо. Поэтому не спешите, не паникуйте. Ну, а если что, вот я вам показала, что некоторые вещи можно исправить. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», я вам оставлю полезную информацию по расчету Агар-Агара. Также оставлю ссылку на клейку вина желатином. Будет ссылка на каталог наших сортов, винограды и мои контакты. И до новых встреч. Пока!